Мы с вами на прошлых занятиях обсуждали модель межтослевого баланса и связанную с этим математическую технику теорию неотрицательных матриц. У нас осталось несколько задач, не задач, а упражнений, которые я давал. Я хочу с них, наверное, сегодня не начать, поэтому я спрашивал, кто присутствует. Первое упражнение формулируется таким образом. Неотрицательная квадратная матрица. Для того, чтобы матрица была неразложима. Необходимо и достаточно. Чтобы для любых ижи из множества номеров строк матрицы А существовал номер Т, натуральный, такой, что у матрицы А в степени Т в этой строке, в житом столбце, встает элемент положительный. Т может зависеть от упорядоченной пары и жи. Такого рода задачи, вопрос проще, по-моему, делать самостоятельно, чем слушать. Поэтому я хотел бы просто с вашей помощью обсудить. Вот можно попросить, Илья, вас? Можно? Ну, давайте выходить к доске и будем вместе. Прежде всего напомните, пожалуйста, что означает, что матрица А ну, например, разложима по определению. Это означает, что у нас существует, например, на свою жизнь собственная подможность Н? Ну, раз собственная, то да, собственная подможность Н. Б? Да. Для любого нет комитета, принадлежащего к этому подможку. и для любого нет комитета. У нас А и Н. Житая такое равно будет. Хорошо. В прошлый раз я выписал выражение для элемента и жи матрицы А в степени Т. Вот давайте тоже вспомним. Что, собственно, утверждается. Там была сумма? Может, не было ходить? Здесь дальше идет такая 1К2. Ну, так не очень... Ну, точно не так. Значит... Почему не так? Потому что если вы возьмете А в степень Т, то сумма берется по индексам К, которых Т-1. У вас Т. Уже не так, да? А нам будет удобнее эту сумму записать вот так. Подробнее. К1 от единицы до Н, да? А И К1 на К1 К2 и так далее. Да, ну, значит, тоже плохо написал. К1 К1 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Теперь давайте рассуждать Утверждается, что это условие положительности необходимо и достаточно Надо отдельно рассмотреть необходимость и достаточно С чего хотите начинать? Ну, мы вроде бы наказали с просвера Ну, да, вспомним, как мы ее доказали Значит, нам дано, что матрица А неразложима, и надо доказать, что такое свойство выполняется Тогда если матрица не разложима Должно выполняться Поэтому можно рассуждать как? От противного, допустим, что матрица А разложима В чем случае у нас выполняется? Да, есть вот такое подможество Давайте вот поступим следующим образом Возьмем G маленькое и G большое А I маленькое, не принадлежащее живое шуму И нам надо доказать, что тогда вот такой элемент не может быть больше положительным Не может быть положительным Если мы это докажем, то тогда, значит, все будет установлено Нужно рассмотреть все возможные индукции? Нет, достаточно просто взять Нам надо доказать, что любая вот такая цепочка обязательно нулевая Да? Что обязательно в такой цепочке встретится хотя бы один элемент нулевой Нет, это не факт, не обязательно А, это да Но здесь такого элемента может и не быть Важно что? Что G в G лежит И если какой-то элемент, скажем, вот этот вот положительным То KT минус 1 тоже должно лежать G Если он не лежит G, это 0 Ну вот мы двигаемся, скажем, справа налево И идем до тех пор, пока не появится такой элемент, что первый индекс у него не принадлежит G, а второй принадлежит G Такой обязательно появится, потому что и не принадлежит G А как он только появится, то значит, он будет нулевой и все произведение будет нулевое Хорошо Достаточность И здесь можно пальцем расположить Здесь у нас Какие-то слои Али Какие-то слои Вот такая вот цепочка Какие-то слои Оттуда получается что Какое там немножко выглядело не взяли Это означает, что у нас любые зеленомцы. 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 То есть, на самом деле, то, что вы назвали необходимостью, это достаточность. Мы предположили, что вот это свойство выполняется. И доказали, что ад, она не разложима. Она не может быть разложима. Вам надо доказать, что если а не разложима, то тогда, значит, вот обязательно будет, найдется такой номер Т, что А в степени Т и Ж больше нуля. Можно доказать тогда, что... То есть, вот это наоборот было достаточно. А необходимость вам дано, что матрица А не разложима. А надо доказать тогда вот И в Ж больше нуля. То есть, надо доказать, что любое Ж, с учетом косвенных затрат, соединено с любым И. Ну, дать будем, может быть, так рассуждать. Давайте вот выберем произвольное Ж, маленькое. И давайте рассмотрим в качестве Ж большое, просто пока безносительно к этому определения, для начала, множество таких И, до которых существует цепочка такая. Существует Т, во-первых, да? Т и цепочка. К1, КТ минус 1 такая, что вот эти самые все. Можно соединить, да? Если мы покажем, что Ж совпадает со всем множеством, то это как раз будет означать, что вот это свойство выполняется, да? Ну, прежде всего, такой вопрос. Может ли Ж быть нулем? Пустым? А, нет. Если оно пустое, то это означает, что есть просто нулевой столбец. С нулевым столбцом матрица разложима. А нам дано, что она не разложима. Ж не пустое, да? Теперь давайте предположим, что Ж не совпадает с Н. Допустим, противно. Что вот это свойство не выполняется. Давайте покажем, что тогда, значит, матрица разложима. Что вот это свойство будет выполняться. Наоборот, Ж это принадлежит Ж. Если Ж, вы не... Вот почему это так? То и, конечно, движет Ж просто по определению. Да, ну вот, наверное, не очень хорошо брать Ж и Ж, это мы пока не знаем. Мы хотим предположить, что И, Ж не равняется Н. И вот возьмем такое И, которое не принадлежит Ж. Такое есть, по нашему предположению. А уж лежит ли Ж маленькая Ж, мы не знаем. Поэтому давайте зачеркнем это. Не для любого. Пусть зафиксируем какое-то И. Вот такое существует, если Ж не равняется Н. Правильно? Вот, теперь давайте подумаем. А если мы возьмем какой-то К, который принадлежит Ж? К, принадлежит Ж. Или не К, а К уже у нас как-то занято. М, скажем, да? Ну, во-первых, существует такая цепочка, которая... Нет, существует цепочка, которая идет из Ж в М, да, вот. То есть АМ, АМК1 больше нуля и так далее. Это просто по определению Ж, правильно? У нас здесь КТ минус 1, Ж больше нуля. Теперь, если бы АМ и И было бы больше нуля, если АМ, то я вот эту цепочку могу расширить. То АМ тоже принадлежит Ж. Вопреки нашему предположению, мы же выбрали И, который не принадлежит Ж. Следовательно, АМ равно нулю. Ну, вот мы получили, что какой бы М из Ж мы не взяли, здесь можно М любую взять. Какой бы И, не принадлежащий Ж, мы не взяли, мы получаем, что АМ равно нулю. Значит, если Ж не совпадает с Н, то это разложимая матрица. Нам дало, что она неразложимая. Значит, допустив, что И нельзя соединить вот цепочкой Ж, мы пришли к противоречию. А если Ж совпадают с Н, вот можно соединить такой цепочкой, то значит, у нас выполнено наше условие, да, у меня необходимость доказана. Если любое И можно соединить, Ж цепочкой, то найдется такое Т, что вот такое выражение будет больше нуля. Так, есть ли вопросы какие-то? Понятно всем? Хорошо. Следующее упражнение, которое в прошлый раз мы формулировали, вот такое. Пусть А неразложимая матрица. Ро Е минус А в минус первой существует и не отрицательно. Тогда надо показать, что на самом деле ро Е минус А в минус первой положительная матрица. В прошлый раз мы что-то похожее рассмотрели, да? Мы рассмотрели вот такой вопрос. Значит, если у нас есть вектор Х неотрицательный, такой, что ро Е минус А умножить на Х не отрицательный, но не равно нулю, то тогда вот такая матрица существует не отрицательно, да? Был такой, да? Да. Ну, это как продолжение, да? Может быть, мы попробуем посмотреть разложение в ряд и доказать, что варь неуслагаемый рядом положительный? Ну, это точно не так, потому что неразложимая матрица может иметь нулевые элементы, да? Поэтому уже первое слагаемое может быть. Не положительное. Ну, что хотя бы одно положительное найдется. Но это будет, если матрица устойчивая. А мы знаем, что неразложимая матрица не обязательно устойчивая. поэтому так не пройдет. Ну, давайте так сделаем. Возьмем какой-то вектор в дубль-вы. В дубль-вы. Не отрицательный, не нулевой. И положим х, равным рой е минус а на минус первое множество на дубль-вы. Ну, тогда у нас ρ умножить на х минус а умножить на х будет равняться w и будет неотрицательным вектором. Не нулевым. Не отрицательным, не нулевым. И х не отрицательный. Правильно? Потому что не отрицательную матрицу умножить на не отрицательный вектор. То есть он вложит, что х не отрицательный. Вот я хочу больше равно, чем а на х. Правильно? Да. Ну, давайте напишем. Вот. А если бы х имел нулевые компоненты, то что можно было бы сказать про матрицу? У нас был критерий разложимости. По критерию разложимости матрица была бы разложима. Значит, вот получается, что какой бы я вектор w ни отрицательный не взял, вектор x обязательно должен быть положительным. Если у него найдется хотя бы один нулевой элемент, то вектор x, конечно, не равен нулю, поскольку w не равен нулю. Иначе не получится. А с другой стороны, x тогда полуположительный. И матрица разложима. Надо было, что она не разложима. Значит, x положительный. Значит, получается так, что какой бы w ни взяли, вот такой вектор x положительный. Давайте возьмем в качестве w вектор, у которого все координаты нули, кроме иты. А иты равняется единице. Что тогда из себя будет представить вот такой вектор? Мы w взяли иты байсный вектор, и умножили на ро е минус а минус первое. Ро е минус а минус первое на вот этот вот вектор. Что такое тогда, что у нас получилось? у нас вот получился... А, не боюсь. У нас будет стоять там... Ну вот матрица умножена на байсный вектор иты. Что у нас получится? Будет иты в столбе. Значит, что же мы получили? Что иты в столбе с положительным. Ну и байсный вектором мы можем выбирать любой. Ну а раз так, то значит ро е минус а минус первое положительное, все ее столбцы положительные. Если все положительные, то и матрица положительная. Спасибо. Следующее упражнение. Пусть опять а неотрицательная, неразложимая мотрация. матрица А больше равна, чем матрица Б. И А не равно Б. то есть хотя бы один элемент матрицы Б строго меньше соответствующего элемента матрицы А. Тогда лямбда А строго больше, чем лямбда Б. Без предположения о неразложимости матрицы мы с вами доказали не строгое неравенство. А если вот матрица неразложима, оказывается, можно утверждать, что неравенство строгое. Ну давайте тоже обсудим. А можно попросить Мария у вас? Честно говоря, плохо вспомнить, как мы доказывали не строгое неравенство. Ну не строгое неравенство мы доказывали вот как. вспомнили, что лямбда от А определяется как инфиму по всем возможным вот таким ро, для которых матрица ро Е минус А минус 1 существует и неотрицательна. И дальше доказали, что вот если я рассмотрю вот такое множество для матрицы А и множество для матрицы Б, то оказывается, что множество для матрицы А, мы его обозначали М от А, оно содержится в множестве М от Б. И тогда соответственно инфимум по более широкому множеству он может быть раньше, что меньше. Это было нестрогое неравенство. Ну да. Ну ключевой момент это то, что надо воспользоваться тем, что матрица А неразложимая. Потому что если она разложимая, то, конечно, доказать нельзя такого. Контрпример строится моментально. Вот у нас предположим, вот одна матрица вот такая. матрица А. Матрица Б скажем, вот такая. Ну здесь собственные числа и у той, и у другой. А1 и 2, да? лямбда от АРа они эти лямбда от Б хотя один элемент и у них есть. Если матрица разложима, то, конечно, такого быть не может. Надо пользоваться неразложимостью. пробы не можем. Это вообще правильно вы заметили, что на самом-то деле нам бы нужно было бы, чтобы матрица Б была неразложима. Если Б была бы неразложима, то мы что-то вот отсюда бы извлекли. Потому что ну взяли бы скажем вектор Форобиниус с пероном матрицы Б да? А что было бы положительно? Мы бы умножили А на Х и Б на Х получили бы, что равенства нету, да? Получили бы, что Ро что А на Х больше равно чем Ро Б на Х да? Потому что Б на Х это равнялось бы числу Форобиниус с пероном матрицы Б да? Ну а дальше воспользоваться бы теоремой Форобиниус с пероном там вот третьим утверждением которое говорит, что ну да, ну давайте ну во-первых то, что я сказал я сказал скороговорка это надо тоже какое-то реализовать а что делать как сделать матрицу значит вот неразложимой очень просто вот это как раз очень просто давайте введем матрицу С которая равняется одной второй А плюс Б она тоже будет меньше равна чем А правильно? и она тоже не будет равна С не будет равно А правильно? с другой стороны она будет больше равна чем Б вот по тому, что мы уже знаем безотносительно неразложимости матрицы мы знаем что лямбда АС больше равно чем лямбда АС ничуть не хочет чем Б правильно? поэтому если мы докажем для С что она да удовлетворяет что для нее строго неравенства все получится правильно? ну значит мы должны сказать что А неразложимы но С уже неразложимы потому что ведь на неразложимость влияет что? то кто в каких позициях у матрицы стоят положительные элементы а они в тех же самых позициях что у матрицы А А у нас Б тоже не отрицательная да Б не отрицательная тут написано но в костеру давайте возьмем ну что возьмем какой матриц ну мы и А и С рассмотрим то есть про Б мы можем забыть уже да у нас матрицы А и С и обе неразложимы вот такое слово и для А и для Ц в его смысле мне кажется в качестве рота надо точно брать какое число фрабинио сапирона ну например лямда взяли тогда что у нас есть вектор фрабинио сапирона нет 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 если вы взяли лямда а то то просто не существо не существует просто этой матрицы ведь определитель лямда а е минус а равен нулю давайте напишем что что ж такое где-то фрабинио сапирона а вот там пишите вот в принципе логично вот здесь вы пишете просто теорема фрабинио сапирона с ним давана x а равняется хорошо а вот теперь давайте посмотрим если я возьму вот это неравенство умножить на вектор x а что у меня получится но важно что это не равно что вот это то равно как бы вот это равно лямда а на x а да а вот здесь равенство нету точно правильно то есть нет больше и равно нельзя писать меньше не нельзя списать что больше нуля то есть как бы вот так вот они не равны они равны да ну на самом деле лямда а на x а не равна ц ну это одно и то же но вам то надо подогнать под какой-то уже результат известный что теперь давайте вспоминать вот прошлый раз мы с вами доказали не разорвать матриц вот такое уточнение условия продуктивности что если ру на x минус а на x нет не отрицательное не равно нулю x не равен нулю то матрица продуктивно лишь то же самое что существует а дороге минус а минус 1 помните вот так вот такое было тратим пишем вот такой был свойств нулевое пусть она не размножима и существует не отрицательный вектор x такой что рой x минус а x не отрицательное рой x минус а x не равно нулю тогда вот эта матрица продуктивно лишь то же самое по теореме парабе минус перона нет а по определение было строго больше а здесь это не требуется ну вот практически то точно мы не делаем и боремся существует вот такая матка матрица является не отрицательное братья вот этот свойство надо здесь применить вот ваша ситуация в качестве ро выступает лямда от а а вместо матрица а ну а здесь матрица c тогда у вас лямда а только так лямда а вы скубочках поставь больше не равно и не и не 0 x а тоже не отрицательное x а не отрицательное если то бультово плавает а c неразложима то есть вместо а ц но получается что вот лямда а е существует да да и не отрицательное а по теореме фрабиниус перон это бывает только тогда когда число ро строго больше чем лямда c не рок конечно лямда ну да что-то оказывается весь матрица неразложима тот хоть один элемент учить и уменьшить это сразу уже число фрабиниус перон стоит меньше хорошо спасибо следующее упражнение которое было у нас в прошлый раз вот такое ну опять пусть а неразложима и отцы собственное главное под матрица b а смесь так то вот такой определитель обязательно больше нуля у нас был критерий такой продуктивности назывался хокинса саймона роги минус а продуктивно тогда и только тогда когда все последовательные главные миноры или все главные миноры вот этой матрицы положительно да вот но если я в качестве ро беру лямда а то то определитель равен нулю поэтому как бы этот критерий не выполняется но если матрица а было неразложима то все остальные неравенство кроме вот определить это самому самой матрицы оказывается положительно то есть нарушается именно вот при ровном лямда а то для неразложимой матрицы а только вот это вот вот это условия для определителя все остальные последовательные главные миноры положительно софи можно вас попросить ну наверно опрашивать свести вот этот вопрос предыдущему ну дать так поступим без ограничения общности мы можем считать представляя если нужно строки то опции одновременно матрицы а что что она будет что принимает вот такую векцию вот такой вид принимает ясно что перестановка строк и одновременно столбцов на знаке вот этих вот миноров никак не влияет теперь давайте вот подумаем ну можем лямбда а вычесть вот это отсюда а можно не читать вот давайте вопрос можно какую-то матрицу b подобрать что вот это выполнялось да причем поскольку у матрицы а вот этот блок не мог быть нулевым иначе она была бы разложима значит у нас действительно бы не будет равняться а ну давайте напишем бы больше равно и во что не равно не равно бы ну тогда у нас лямбда от а штрих она же лямбда от а будет строго больше чем лямбда от б а а как связано лямбда от б с число форобейного сапирона матрица c да да они в качестве ро лямбда от а раз лямбда от а больше чем лямбда отцы а тут матрица лямбда отец и минус си продуктивно да и на штаб поделиться больше спасибо пятое упражнение а ну опять пусть а неразложимая матрица и да и 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 что лямбда от а простой корень то есть корень кратности 1 характеристическому Многочлена матрица а Ангелина, можно вас попросить? Ну, наверное, надо характеристический магазин написать, ну, по крайней мере, с точностью до знака. Давайте сначала напишем, ну, как бы символически, это определитель вот такой матрицы, лямбд и е минус а, да? Определитель, да, матрица? Ну, я бы знак поменял. То есть я бы из лямбда вычитала, ну, просто потому что мы, ну, видите, у нас вот здесь вот такие лямбда, е минус а. Только со знаком минус. Равну нулю, да? Значит, корень будет простой, вот это какой-то будет, если раскрыть, это будет какой-то многочерен. Ну, давайте его как-то обозначим, например, фиат лямбда. Ну, вот, может было вот так написать, фиат лямбда, вот этому равно, да? Вот корень будет простой, если дфи по дэ лямбда в точке лямбда равно лямбда от а, отлично от нуля, да? Вот, собственно, мы это проверим. Дфи по дэ лямбда, а вместо лямбда подставляем, то есть мы в конкретной точке эти вычисляем, да? Какие-то корни могут быть у а и кратные, да? У 2-х стэ лямбда от а не кратные. Мы там проверим, что это не равно нулю. Ну, потому что если бы был кратный корень, то она у вас лямбда минус лямбда от а входила бы множественной в какой-то степени, да? И при дифференцировании постановки вместо лямбда лямбда от а степень больше единицы. Да. Что? Мы спрашиваем, что в лапсе, а в бедроистке это все переверяем. Да, ну проверим, что это не равно нулю. На самом деле больше нуля. Давайте убедимся, что это больше нуля. Строго больше нуля. Начинаем, и тогда уже автоматически у нас будет корень простой. Вот, спидать по дому. А как вот, если у нас есть определитель какой-то матрицы, элемент, который зависит от лямбда, как посчитать производную? Продолжение следует... Ну, почему же? Ну, вот как раскрывается определитель? Мы берем всевозможные произведения, да? Берем по элементу из каждой строки, из каждого столбца, да, так как бы. Их перемножаем, то есть из произведения н чисел. И дальше суммируем по всем таким вот стрелочкам, да? Молнии. Их называют иногда. Все слагаемые, которые у нас есть, когда все изменились. А теперь, Даша, вот каждое слагаемое такое мы должны дифференцировать. Каждое такое слагаемое есть произведение н чисел. Вот так, молния. И, соответственно, по правилу Лебницы мы должны продифференцировать сначала первый саммножитель, потом добавить второй саммножитель, продифференцировать им нужно на все остальные. Важно то, что, когда я продифференцировал первый саммножитель во всех слагаемых и просуммирую, это будет равно определителю, в котором мы продифференцировали первую строку. Если мы первый саммножитель брали, первый саммножитель брали из первой строки, правильно? Не очень понятно. Ну, смотрите, у нас есть какая-то молния, да, вот. Там она какая-то А, там 1К от лямбда, К1. В второй строке взяли А2К2 от лямбда и так далее. АНКН от лямбда. И вот по всем таким молниям у нас сумма здесь стоит. Теперь я вот это дифференцирую. То есть, если я вот это дифференцирую по д лямбда, я могу написать, что это равняется сумме, где я взял, продифференцировал сначала только первую саммножительную. А остальные оставил неизменными. Плюс сумма, где я первый уже не дифференцирую, а дифференцирую второй. Я должен каждый вот такой, по дифференцирую. А потом собрать я их могу, как и хочу. Я собираю их вот таким образом. Ну и наконец, я все оставляю. кроме последнего, без заменения. А последний дифференцирую. Правильно? Да. Теперь я беру одно из этих слагаемых. Я вижу, что на самом-то деле это определитель, в котором первую строку надо заменить на производную элементов от первой строки. Ну потому что те же, все те же самые молнии берутся. Да. Поэтому это значит просто определитель матрицы, в которой все строки оставлены без заменения, кроме первой. А первой продифференцировали, каждый элемент продифференцировали по лямбду. Здесь наоборот, то же самое сделано со второй строкой. То же самое с энтой. Потому что вот таким образом, вот эта производная, это будет сумма энт таких определителей. Ну а теперь давайте вычислим просто, что это за определители. Здесь лямбда-то ходит только в один элемент. И тогда вы можете раскрыть по этой строке, у вас останется как раз главный минор. Правильно? Да. А в который вместо лямбда поставляете лямбда АТА. А? Мы знаем. Вот только что. Что у себя не положительно. Да. Вот так мы взяли. Вот так. Вот так вот. Хорошо. Наоборот, лямбда е минус а, из которого вычеркнули первую строку и первый столбец. Ну, потому что здесь плаги. А зачем это-то единица, что это определительность? Это я в производстве написала лямбда минус один, ну, чтобы незабычно продифицировать, но, в принципе, она смущена на счет. Ну, теперь вот сюда поставить вместо лямбда, лямбда АТА. Вот, потому что мы считаем в точке лямбда АТА. Мы доказали, что если у нас берутся главные миноры, то каждый слагаемый положительный. Ну, и, значит, сумма положительных слагаемых положительная. Хорошо. Есть какие-то вопросы? Здесь вопросов нет. Я думаю, что с упражнением мы на этом закончим. я хочу еще вернуться к вопросу о моделях межтослевого баланса. Значит, вот следующий параграф будет называться «Эдимпатентные аналоги теоремы неотрицательных матриц. Ну, и их приложения». Ну, во-первых, надо пояснить вот этот вот, наверное, совершенно незнакомый термин «Эдимпатентное полукольцо». Не буду его… В принципе, это раздел алгебры современной. Не буду говорить об этом разделе в самом общем виде, хотя, возможно, он того и заслуживает. Буду говорить на ключевом примере. Мы с вами привыкли, и это мы нас учили в младшеклассах школы, что над числами можно осуществлять алгебраические операции, такие как сложение, умножение. У этих операций есть обратная, вот, скажем, для операции сложения есть обратная операция вычитания. Для операции умножения на множество вещественных чисел, если из него исключить ноль, есть операция деления. Но можно рассматривать, и это оказывается плодотворным, и мы сейчас увидим на примерах, что действительно это естественно. И другие пары операций. Вот для нас будут интересны следующие операции. Мы будем традиционно обозначать тоже плюс, точка вместо умножить, но подчеркиваю, что это не обычная операция на множество вещественных чисел. На самом деле речь будет идти о множестве положительных вещественных чисел, то мы их будем заключать в кружочек. И вот а плюс б это будет максимум из двух чисел а и б. А умножить на б это будет обычное произведение а на б. Вот давайте посмотрим, какие свойства нам привычные выполняются для такой пары операций. Сложение и умножение понимаемо вот в таком смысле. Ну понятно, что у нас есть. Понятно, что операция умножения на множество положительных чисел это просто абелевая группа. А вот что касается сложения, то а плюс б коммутативность тоже конечно выполняется. Равняется б плюс а. Выполнять свойства ассоциативности. Если есть три числа, то можно по-разному выставлять скобки. выполнять свойства дистрибутивности. Выполнять свойства дистрибутивности. А вот чего нет, так это нет вычитания. Если я хочу решить уравнение а плюс х, например, равняется а, то единственное, что я могу сказать относительно х, что х меньше или равно чем а. И однозначно определить х я не могу. Но вместо этого появляется другое свойство, которое, собственно, и дало название вот таким полукольцам. А плюс а, это будет а. Вот это свойство называется свойством дипотентности. Ну вот, такие полукольца стали изучать в последней четверти двадцатого века. И мы увидим, что мотивов к этому был в том числе достаточный в математическом моделировании. В частности, вот в экономике. Ну, но были и, значит, содержательные, были и математические причины. И, собственно, вот эта теория была построена и довольно развита. И, удивительным образом, с этой теорией вы знакомы. Вот можно строить анализ, подобный тому, который строят в университетских курсах для обычных операций, функциональный анализ. Можно строить вот для таких операций. И вот я сейчас произнесу несколько слов. И думаю, что комментировать их не надо, а, так сказать, надо посоветовать на эту тему задуматься. Ну, первый вопрос такой, что лежит в основе методов анализа, применяемых, используемых в курсах анализа приложений, например, в уравниках математической физики. Ну, преобразование Фурье, да. Преобразование Фурье позволяет линейное уравнение заменять на полиномы, подвергнув их преобразованию Фурье. Дальше находить неизвестные функции, как отношение вычисленных таким образом функций, и брать обратное преобразование Фурье. Вот, так сказать, такой прием используется. Оказывается, что можно строить вот аналог для вот такого набора операций, и этот аналог называется выпуклым анализом. По сути дела выпуклый анализ – это есть анализ, построенный вот для таких операций. Теория линейных операторов, которые тоже играют важную роль в современной математике, в ее всевозможных приложениях, в том числе и физике. Здесь тоже раздел, который, если вам сейчас неизвестен, то, то есть известен в ограниченных масштабах, то для тех, кто будет учиться в магистратуре, значит, они познакомятся с ним подробнее. Это теория уравнения Гаммельтона и Якова Беллмана. Вот аналог линейных операторов в таком депоатентном смысле – это уравнение Беллмана. И, соответственно, теория динамического программирования – это теория, которая в конце XX века разрабатывалась активно. И, по сути дела, это теория линейных операторов для такой пары операций. Я привел только одну пару операций, не менее популярную. Вот сейчас и проводится большое количество разнообразных международных конференций и журналов, посвященных международным этим вопросам. Это алгебра Макс плюс. Ну, это почти одно и то же, потому что если вы вместо положительных вещественных чисел будете рассматривать их логарифмы, тогда вы получите все вещественные числа, а операция умножения перейдет в операцию сложения. Потому что логарифм произведения – это сумма логарифмов. Другая пара популярная – это Макс Мин. Ну, она уже какими-то своими особенностями обладает. Ну, давайте дальше я не буду особенно много на эту тему говорить о развитии вот этой науки департаментных полковец, потому что, по сути дела, это, я уже сказал, разделы математики, которые вы проходите или будете проходить в ближайшее время. А приведу мотивировки, которые показывают, что действительно востребованность в таких полукольцах существует. И она связана с той ролью, которой в экономике стала играть информация. Начиная с последней третьей двадцатого века, информационный сектор экономики бурно развивался. А давайте задумаемся, можно ли описывать развитие вот этого сектора в духе леонтьевских моделей, которые мы до сих пор рассматривали. В леонтьевских моделях, когда мы писали баланс, мы предполагали, что есть производитель, который произвел какой-то товар. А потом этот товар распределяется между потребителями, делится между ними, и они как-то его потребляют. А вот информация, знания, она такими свойствами обладает. Вот, скажем, Microsoft разработала операционную систему Windows. Это, значит, проект, который требует значительных затрат. Это сотни человека лет, квалифицированных программистов. А сколько стоит размножение, копирование программы Windows? Практически ничего. То есть мы считаем, что по сравнению с этими затратами это бесплатно. И получается такая вещь, что да, есть производитель, который произвел программный продукт, знания. Есть потребители, которые могут вполне независимо пользоваться плодами его работы. То есть нет такого баланса, который мы писали, когда говорили про модели Леонтьева. Здесь какие-то должны быть другие балансы. Вот возникает вопрос, как их записать. Ну, примеров, значит, вот масса. Ну, вы знаете, что огромная индустрия, скажем, киноиндустрия. Ну, та же самая история. Создать фирм может стоить достаточно дорого. А копирование фирмы, вот его прокат, это уже совершенно другие затраты. Может быть, сопутствующая там услуга, которую предоставляет кинотеатр. Но размножение, копирование фильма – это принеблежимо малые издержки. Что же вот такого рода индустрия должна описываться как-то иначе? Не моделями Леонтьева. А какими моделями? Вот давайте после перерыва на эту тему поговорим. И, значит, вот какая математика за этим должна быть? Надо сказать, что, хотя я сказал о том, что информационная индустрия, вот эти патентные аналоги, эти патентные полукольца – это тематика последней третьей двадцатого века. Но на самом деле, вот на эти вопросы, вот такие балансы, стали обсуждать в экономической науке значительно раньше. Уже в начале двадцатого века, первый, третий, двадцатые годы, двадцатого века, обсуждались вопросы, связанные с общественными благами. Вот в каком-то смысле общественные блага – это тоже родственная тематика. Речь идет, как правило, о развитии инфраструктуры. И вот плодами этого развития могут пользоваться не один потребитель, а много. Ну, например, если проложили дорогу между двумя населенными пунктами, движение не очень интенсивное, то путешествие одного водителя никак не препятствует использованию той же самой инфраструктуры другим водителям. И экономика вот таких общественных благ, она стала предметом обсуждения уже в двадцатые годы двадцатого века. Это вот работы Линдаля, равновесие по Линдалю. То есть примеров много. Вот один из первых примеров, который ко второй волне относится, интереса и общественным благам, и знаниям, вот относится модель Контаровича Макарова. Ну, про Леонид Витальевич Контарович я говорил, это академик, математик был, вундеркинд, он в семнадцать лет закончил университет. Вот, выдающий специалист по функциональному анализу. Кроме того, он единственный лауреат Нобелевской премии по экономике, получивший эту премию, когда он жил на территории нашей страны, в Советском Союзе. Варий Леонидович Макаров, тоже академик, но по отделению экономических наук, научный руководитель сейчас Центрального экономико-математического института Российской академии наук. Долгое время был директором этого института. Вот, он был еще научным руководителем Фихта, вот, в культе этой инновации и высоких технологий. В шестидесятые годы, значит, вот они предложили такую модель, она связана была с тем, что Конторович интересовался вопросами реализации крупных проектов научных исследований, междисциплинарных. Вот, пример таких проектов существовали к тому времени. Это были ракетные и ядерные проекты, которые успешно были осуществлены в России и Соединенных Штатах Америки. Каждый из таких проектов предполагал участие в нем специалистов из разных областей. Скажем, это могла быть физика, механика, теория упругости, теория вязкой жидкости и газа, химия, математика. И вот перед разными группами ставились задачи, которые периодически уточнялись. Уточнение происходило из-за того, что их коллеги из других групп получали какие-то результаты, которые, в общем, не соответствовали первоначальным задачам, мечтам. Оказывалось, что это нельзя, так сказать, в полной мере осуществить, и это требовало корректировки постановки у других смежных научных и исследовательских коллективов. Иногда вот такие крупные проекты заканчивались неуспешно. Ну, например, известно о проекте высадки человека на Луну, проекте Аполлон. Считается, что этот проект был успешный, более того, его реализация дала толчок, казалось бы, амбициозный проект, мало толку от него, какая разница, в экономике высадился человек на Луну или не высадился. Не совсем так, потому что по ходу реализации этого проекта толчок получили развитие технологий, управления всевозможных контроллеров и компьютерной индустрией. Вот если у американцев этот проект оказался успешным, то аналогичный российский проект, о котором не очень много говорят, но который тоже существовал, в который были вложены большие деньги, ни к чему не привел, как известно, наши соотечественники у них пока не побывали, хотя с тех пор прошло больше полувека, как американцы высадились. Существовали и другие проекты, которые более приземленные и с более понятными экономическими перспективами, которые закончились неуспешно. Например, существовал проект общеевропейский создание самолета нового поколения «Конкорд», который реализовывался в течение нескольких десятилетий и закончился ничем. Были изготовлены десятки образцов, потом случились аварии и проект закрыли. Хотя дорабатывался он несколько десятилетий, очень большие ресурсы были на это затрачены. Вот Леонид Витальевич пытался ответить на вопрос, какая математика за этим должна стоять, как описывать реализацию таких крупных междисциплинарных проектов. И вот про его модель я сейчас хочу вам как раз рассказать, как мотивировку к подобным разговорам. Предположим, что когда мы описывали модель Леонтьева, у нас были N чистых отраслей, мы описывали стилизованно. И хотя в приложениях это всегда очень конкретно, скажем, современные российские междисциплиновые балансы, 98 отраслей совершенно конкретных, с методиками многостраничными, что под этими отраслями понимается, как проходит вычисление коэффициентов. Матрицы прямых затрат. Ну, когда мы описывали модель, мы говорили, у нас есть N чистых отраслей. Вот давайте и здесь будем тоже держаться такого уровня абстракции, не обсуждать ядерный проект или проект Concorde. Вот есть N отраслей знаний, N групп, которые занимаются исследованием, каждое в своем направлении. Но результаты должны быть согласованы. и получить значимый результат. И в конце концов можно измерять масштабы деятельности, в деньгах, затратах, но при условии, что эти затраты были осуществлены эффективно, в том смысле, что они работали на получение конечного результата. И мы будем предполагать, что для того, чтобы получить результат и потратить деньги на житые исследования в объеме XG рублей, или 1000 рублей, или миллионов, или миллиардов рублей, какое-то количество денег, надо, чтобы также эффективно были потрачены деньги по этому направлению. В объеме вот таком. А и XG умножить на XG. То есть нужно сопровождать исследования в этом направлении, исследования в этом направлении. При этом знания, которые получены в этом направлении, это XI мы обозначим. И тогда у нас возникает вот такое неравенство. Для любой пары индексов I и G, XI должно быть больше и равно, чем A и G на XG. Только тогда G – это направление исследований, тратит деньги эффективно. И вот это вот, такого рода неравенства, должны выполняться до всех. И G от единицы до E. И G – это интенсивность исследований в этом направлении. То есть объем работ, которые выполнены в этом направлении, например, измеряемы в эффективно потраченных деньгах на осуществление исследований в житом направлении. То есть это не затраты? Затраты, да. Но если они эффективно потрачены, это означает, что в соответствии с этими затратами получены знания в житой области, необходимые для реализации этого проекта. А и G – это вот как раз суть дела, это связи, которые существуют между вот этими самыми междисциплинарными исследованиями. Здесь все понятно. Вот для того, чтобы в житой области была возможность потратить деньги в объеме XG, надо, чтобы существовал задел в этом направлении объема XE. В ином случае вы не можете просто эффективно организовать работу в житом направлении. Вот так как это написано, что нам надо, чтобы исследования осуществлялись в каждом направлении, поэтому мы хотим, чтобы все вот эти вот XE были положительными, естественно. И если у этой системы есть решение, то поскольку все неравенства положительно однородны, то любой результат, в принципе, можно достигнуть. Правильно? Потому что я могу, взяв какие-то положительные X1, XN, удовлетворяющие вот этим неравенствам, умножить их на положительное число λ, и новый набор тоже будет удовлетворять. Выбирая λ достаточно большим, я могу достигнуть любых результатов в любом направлении. И завершить проект. А вот меня интересует вопрос, когда его завершить в принципе нельзя. Когда вот нет таких чисел положительных X1, XN, которые вот этим неравенствам удовлетворяли. Это зависит, конечно, от таких коэффициентов i и g. Из этих коэффициентов я могу составить матрицу. Будем считать, что матрица для простоты положительная. матрица, хотя можно и допускать, что она не отрицательная лишь. Вот эта матрица, она как раз характеризует вот эти самые междисциплинарные связи, и относительно нее как раз и надо давать ответ, можно ли реализовать проект вот с такой матрицей. Как это связано с этими патентными операциями? Давайте заметим, что вот эту систему из n квадрат неравенств, потому что здесь i, i и g пробегают значения от единицы до n, я могу переписать как систему из n неравенств, воспользовавшись тем, что в правые части j индекс не входят. Поэтому если выполняется вот такое неравенство для каждого j, то оно будет выполняться и для максимума по j из левых частей. То есть вот такая система должна быть разрешена в положительных числах. А это уже n неравенств. При этом смотрите, что у нас получилось. По сути дела у нас получилась вот та самая система операции. a и g, да, я умножаю на x, а вот этот максимум, который я беру, это же в новых обозначениях сумма, да? Поэтому я могу это так написать, что у меня есть матрица А. Я ее умножаю на вектор x. Ну, в гипотетном смысле. То есть по-прежнему умножается строка на столбец. Только всюду, где раньше стояла операция сложения, я ее заменяю на операцию максимума. и получаю левые части. Вот это должно быть меньше или равно, чем x. А x положительно. И вот мы приходим к такому определению. Будем говорить, что матрица А является продуктивной. в гипотетном смысле. если существуют такие положительные числа x1, xn такие, что максимум по g от единицы до n а и g, xg, меньше или равно, чем x и до всех и от единицы до n. Ну, то есть, в векторном смысле, это мы берем матрицу А, умножаем на вектор x, и это должно быть меньше или равно, чем x. а x ищется положительно. Ну, очень напоминает определение гипотетности для матриц неотрицательных из модели Леонтьева. Ну, столько только разницы, что раньше вот эти неравенства были строгие, а x было не строгие. А здесь наоборот. Значит, для того, чтобы поответить на вопрос, который возникал у Конторовича, является ли проект реализуемым при существующих связях междисциплинарных, они могут зависеть, вот эти затраты могут зависеть от организационной структуры, какие там существуют научно-исследовательские институты, какие между ними связи есть, контакт, как это все, каким каналам это идет, какие журналы есть, научные. Вот есть такая матрица А в конечном итоге. Вот реализуем проект или нет? Для этого надо ответить на вопрос, является ли вот эта матрица, описывающая междисциплиновые связи, между разными направлениями исследований, продуктивные в димпотентном смысле. Мы научимся отвечать на этот вопрос, но прежде чем это сделать, я хочу привести еще одну мотивировку, которая, казалось бы, относится совершенно к другой области. Но если немножко задуматься, то все идет опять про то же самое, про индустрию информации. Знание, информация, есть и другие варианты информации. Значит, вот вторая мотивировка, это раздел 6.2, он будет называться арбитражные цепочки на валютном рынке. То есть, то есть? Да, Такое. Хорошо. Все это было. Какой-то очень важно. Учебую. Учебую. Какой-то. Учебую. что опять буду рассуждать достаточно на таком схематическом уровне предположим что у нас есть какое-то количество валют которые обмениваются одна в другую это мог быть доллар и евро там швейцарские франки рубли российские казахские тенге канадские доллары и так далее на самом деле вот таких валют которые обмениваются друг на друга достаточно много их несколько десятков меняются нет не только те так сказать вот валют которые вы видите в обменнике на самом деле на валютном рынке достаточно много да и собственно как устроен валютный рынок это тоже не так уж просто есть разные площадки на которых осуществляется валютная обмена между экономическими агентами и курс в котором осуществляются вот эти одни на они неустойчиво они меняются и разные на разных площадках поэтому вообще говоря вот эти самые осуществление этих таких спекулятивных операций на валютных рынках это более существенно более тонкая задача тут важно вот поскольку они волатильны временной аспект прогнозирование того в какую сторону где пойдет изменение курсов мы будем создать на таком достаточно схематичном уровне что вот есть таблица кросс курсов валют ну обычно такие таблицы публикуют просто вот усредненное там фонесу тайм совета финансовое известия российские вот есть пусть будет тоже n видов валют и а и же давайте обозначим это количество валюты жи которую можно получить при обмене за единиц валюты и а вот на какой бирже то сказать когда абстрагирует будем рассматривать статическую задачу не привязанную ни к какому месту просто анализировать таблицу из фонеси льта а а Из этих обменных курсов можно составить таблицу, матрицу. Здесь i и g пробегаю значение от единицы до n. Это положительная матрица, естественно. И она называется матрица кросс-курсов. Ну, какие-то элементы этой матрицы вы, собственно, видите. Когда вы подходите к обменнику и видите, что, скажем, вы можете купить 1 доллар за 73 рубля. Вот вы видите элемент этой матрицы. Где i – это рубль, а g – это доллар. А, значит, если вы видите, за сколько вы можете продать доллар, то видите элемент а, g – и, где g – доллар и опять рубль, скажем, равный 72 рублям за доллар. Вот это элементы этой матрицы. Как правило, вот в обменниках вы видите небольшое количество элементов этой матрицы, на бирже валютной, они представлены все. Вот давайте зададимся вопросом, а если у этой матрицы арбитражные цепочки, то есть можно ли осуществить какую-то такую цепочку обменов, которая в результате даст вам прибыль. Ну, собственно, этим и занимаются спекулянты на валютных биржах. Другое дело, что они это делают в существенно более тонких условиях. То есть они не с таблицей Financial Times работают, а смотрят, где курс получше, на какой для данного обмена бирже, выбирают момент, который прогнозируют, когда, так сказать, курс будет для них наиболее удачным, и осуществляют вот такую цепочку обмена. Давайте дадим определение того, что мы будем называть арбитражной цепочкой. Будем говорить, что матрица кросс-курсов. Допускает арбитражную цепочку. Таблицей номеров валют и 1 и 2 и ты ты из какой-то в любое натуральное число может быть если справедливо вот такой неравенство ну смысл этого не раз понятен да вот предположим у меня есть единица валюты и 1 я начинаю считать обмена сначала меняю эту валюту вот единицу на валюту и 2 сколько меня будет валюты и 2 а и 1 и 2 теперь всю вот эту валюту я меняю на валюту адрес сколько у меня будет валюты и 3 а я 1 и 2 умножить на а и 2 и 3 и вот я продолжаю такие вот обмена дохожу до валюты и ты что для валюты это будет произведение вот этих всех чисел а потом меняю все что меня есть валюты и ты опять на и 1 если я получаю больше единицы то я с прибыли я начинал с единицы вот выполнил это все обмена и получил больше масштабирует а деятельности могу получать неограниченную прибыль ну конечно неограниченную прибыль никогда не получить в реальности потому что как только такая цепочка будет обнаружено кем-то и он начнет извлекать прибыль то ведь любая прибыль извлекаясь на этом рынке за счет кого-то да то есть тут несет такие потери и в результате конечно сразу скорректируется вот эта матрица а поэтому существование арбитражных цепочек это конечно таскать ситуация которую надо ловить и собственно вот игроки но валютном рынке это вот есть специалисты которые приводят этот рынок в равновесие добиваясь того чтобы цепочки исчезли вот скажем когда вы подходите к валютному обменнику вы знаете что курс покупки курс продажи валюта различаются если вы сначала купите доллары за рубля потом по вы сумму вырученную потратите опять на то чтобы в долларах чтобы конвертировать опять рубли вы остаетесь с меньшим количеством рублей чем были самом начале но если взять например матрица которые публиковали финансовые известия в первой половине 90-х годов в россии это тоже средний как бы курсы за неделю то в ней можно обнаружить довольно много не таких конечно тривиальных вот как поменял доллар на рубль а потом рубль на доллар а хоть более сложную но более сложные цепочки которые дают при вы можно обнаружить это говорит о том что рынок был неравновесным валютный рынок первой половине 90-х годов россии вот возникает задача по матрица а сказать есть на ней если у нее арбитражные цепочки или нет по матрица определить есть у нее арбитражные цепочки а если есть то найти одну из них ну я хочу сказать что если число валют которые вы рассматриваете несколько десятков то искать вот цепочки такие простым перебором это безнадежное дело да потому что слишком много вариантов давайте прикинем значит есть я хочу посмотреть перебирать цепочки то скажем цепочки длины т.п. подразумевает что я должен из n валют вы выбрать ты элементов это можно сделать вот таким количеством способов кроме того порядок вот этот и 1 и 2 и т.п. он существенно если я переставлю в нем элементы то это бы совсем другие обмены правильно поэтому это нужно от и факториал здесь сумма поты по крайней мере от 2 до n ну и видно что уже даже есть я возьму только одно слагаемое например при т равном n это n факториал да вот из кого два десятка валют то 20 факториал это очень большое число это больше чем 10 десятый так сказать это не так просто перебрать вот в то же время оказывается что вот эта задача задача решается эффективно и для ее решения можно обойтись n куб операции на арифметическими и алгоритм который это делает на самом деле должен быть вам известен стюреграф чуть позже по это говорим вторая задача которая здесь тоже возникает вот я говорил что в 90-е годы обнаружить цепочки на валютном рынке был несложной задачей в тех таблицах которые публиковали финансовое известие отечественное вот а в то же время валютный рынок существовал и банки которые осуществляли валютные операции не спешили уходить с этого рынка поскольку так сказать вот не чувствовали здесь существенных потерь с чем это связано с тем что в ситуации когда есть валютные обмены они неизбежно были такие достаточно нерегулярные и цепочки вот возникали сложные потому что возникали новые государства своими валютами там гривна украинская казахская тенге узбекский сумм между этими валютами все время возникали вот арбитражные цепочки на этом можно было действительно заработать но тем не менее у банков тоже были механизмы которые позволяли им с этим бороться что они делали тогда чего нет сейчас они вводили комиссию за обмен грубо говоря хотя существовал вот кросс курс существовала матрица кросс курсов но при обмене вы не получали вот эту сумму денег а с каждого обмена банк удерживал определенный процент этот процент банки устанавливали самостоятельно грубо говоря существовало число какое-то ровно на которую каждая при каждом обмене вот а и ножи фактически происходил деление ров больше единиц ну банки конкурировали конечно всегда можно назначить такое огромное ровно что никаких арбитражных цепочек не останется какое условие того что в новых условиях когда берется вот этот вот процент ru не будет арбитражных цепочек ну понятно что для любой цепочки возможно надо чтобы а и а1 и 2 умножить на а и 2 и 3 а и t минус а1 было бы меньше равно чем ров степени t правильно потому что я каждое у и каждое а делю на ров да поскольку есть t со множеством то это все равно что такой нерастик будет и поможет это условие отсутствия арбитража это условие отсутствия арбитража вот при таком при такой комиссии ясно что банки между собой конкурируют и те банки которые назначают слишком большое ровно всегда можно такое ровно подобрать какую-то очень большую но они оказываются не конкурентоспособны не к ним придут клиенты вот и поэтому конечно банки стремятся держать вынуждены держать из-за конкуренции рон на минимальном уровне вот вторая задача которая возникает это определить минимальное значение рон при котором не существует арбитражных цепочек найти минимальное рон вот я говорю что мы сейчас научимся решать эти задачи тех валют которые существовали до этого было n и они обменивались по каким-то курсам а и ж и теперь надо было ввести переводные коэффициенты как поменять вот эти валюты на евро вот давайте обозначим через x и количество синтетической валюты евро которые можно получить за единицу этой валюты через они и и так и и и Ну, а что хотелось бы от вот этих вот величин, кроме того, что они должны положить? Хотелось бы, чтобы агенты не были заинтересованы сначала перейти из своей валюты в какую-то чужую, а потом уже менять на евро. Как это можно выразить? А вот так. Вот пусть у меня есть, скажем, единица этой валюты. Я могу ее поменять на житую валюту, потом у меня будет вот столько житой валюты. И после этого житую валюту перевести в евро. Сколько у меня будет евро тогда? Айжи на Айжи. Хочется, чтобы вот эта величина была не меньше, не больше, чем если я осуществлю прямой обмен своей единицы этой валюты на евро. Хочется, чтобы выполнялось вот такое неравенство. До всех И и Ж. Вот единицы давай. Ну, понятно, что я вот эти n квадрат неравенства могу переписать, так как я это уже делал. видя, что А и Ж и Ж меньше и равно Х и для всех и от единицы до n. Я опять воспользовался тем, что левая часть неравенства зависит от Ж, а правая не зависит. Поэтому, если я возьму максимум по Ж, то он тоже будет выкладывать от этого неравенства. Ну, видите, что я получил ту же самую задачу, которую рассматривал в разделе 6.1. Значит, вот можно ввести вот такую синтетическую валюту тогда и только тогда, когда матрица А является продуктивной в адипатентном смысле. То есть это та же самая задача, которая была в модели Конторовича-Макарова о балансе знаний с математической точки зрения. Это та же задача. Нам возникает вопрос, как она связана с арбитражными цепочками? Вот почему-то, я уже говорил, процесс введения перехода на евро в европейских странах занял довольно продолжительное время. Если бы где-то в 2001-2002 году приехали бы во Францию, скажем в Париж и зашли бы в супермаркет, то увидели бы страшную странную картину. То есть там все товары были бы номинированы в двух ценах. Одна цена была бы в привычных для французов франках, собственно, с которыми они расплачивались. Евро еще не существовало в виде наличных денег, не напечатали. А вторая была в евро цена. И вот агентов несколько лет приучали к тому, что расчеты будут в евро производиться. Почему? Чего, собственно, добивались? Зачем так долго? Не посчитали сразу по матрице? А, вот эти коэффициенты не перевели. Ну, ответ более-менее очевидный, наверное, приходит, что приучали экономических агентов, причем даже тех, которые это не особенно осознавали, домашнее хозяйство, к тому, что расчеты будут не только в национальной валюте, к которой они привыкли, но и в евро. Важно было бы, чтобы они к этому привыкли, чтобы не возникли возмущения в этих обменных курсах из-за того, что возникли какие-то перекосы просто, не сориентироваться. Агенты должны были привыкнуть просто, поскольку их много, это не те профессионалы, которые работают на валютных рынках. Здесь увеличена большая масса населения, в том числе. Боялись того, что могут возникнуть арбитражные цепочки. А как связано наличие арбитражных цепочек с этой вот идимпотентностью, с продуктивностью в идимпотентном смысле? Оказывается, связанный ответ на этот вопрос дает вот такая теорема. Она называется теорема Африата Вейерена. Африата довольно интересный, яркий ученый. теорема фактически он придумал еще в 60-е годы, когда он был аспирантом в Принстоне. Вейерен – это известный автор учебников, причем хороших учебников в том числе, по микроэкономике, таких, ну, по крайней мере, интермедиат уровня. Он их переоткрыл в 80-е годы, вот эту теорему. Итак, пусть А – квадратная положительная матрица. Тогда следующее утверждение эквивалентное. Первое. А продуктивно в однипотентном смысле. Второе. У матрицы А. нет арбитражных цепочек. Ну, теорему это я уже прокомментировал. Давайте докажем. В одну сторону это утверждение практически тривиальное. из первого утверждения, что продуктивно в однипотентном смысле, легко вытекает второе. Ну, давайте докажем это. Возьмем произвольную упорядочную последовательность А1 и Т. Воспользуемся тем, что матрица А является продуктивным в однипотентном смысле. Т.е. существуют такие положительные числа Х1 и Хн, что А и Ж на Хж меньше и равно, чем Хи до всех и Ж, выбегающих значений от единицы до Н. Вот давайте из этой системы возьмем не все неравенства, а некоторые, которые для нас представляют интерес. Во-первых, возьмем неравенство такое. А и 1 и 2 на Х и 2 меньше и равно, чем Х и 1. А и 2 и 3 на Х и 3 меньше и равно, чем Х и 2. А и Т минус 1 и Т на Х и Т меньше и равно, чем Х и Т минус 1. И, наконец, А и Т и 1 на Х и 1 меньше и равно, чем Х и Т. Иксы все положительны, все элементы матрицы А положительны, поэтому это неравенство между положительными числами. Если я перемножу меньшие числа и большие числа, левые части и правые части, то неравенство хранится, правильно? Потому что я перемножаю положительные числа и произведение меньших чисел меньше, чем произведение больших. Но когда я вот это перемножение осуществляю, то что у меня получится? Ну вот, справа получится произведение Х и 1, Х и 2 и так далее, Х и Т. Если говорить про вхождение Х в левые части, то все те же самые Х входят в левые части по одному разу. Поэтому получится то же самое произведение. А вот произведение А это будет как раз произведение вот той самой цепочки со множителя, которая соответствует выбранной цепочке 1 и Т. То есть вот перемножая эти неравенства, я получаю... Так. Так. Продолжение следует... Произведение, стоящее в правой части неравенства – это произведение положительных чисел, положительное число. Я на это число могу сократить неравенство. И тогда я получу как раз нужное неравенство, которое говорит, что эта цепочка не является арбитражной. Поскольку рассуждение годится для любой цепочки, арбитражных цепочек нет. Значит, в одну сторону мы доказали. Теперь во вторую сторону. Нам надо из 2 получить 1. Но это несколько более деликатный вопрос, потому что нам надо доказать, что существует решение вот у такой системы. Это система линейных неравенств. Ну, вообще-то говоря, система линейных неравенств, как вы знаете, это решает систему линейных неравенств, это задача эквивалентного решения задачи линейного программирования. То есть обычно это решается численно. Там есть симплекс метод, там нет кармар-кара, там хачияна и других. Но это система специального вида. В каждое неравенство входит не более одной переменной. И поэтому для нее можно предложить более эффективный алгоритм. И решение, если решение существует, и анализы того, существует решение или не существует. Но в любом случае решать систему линейных неравенств, это более деликатная задача, чем та, которую мы выполняли, доказывая, что из первого утверждения следует второе, просто перемножая неравенств. Нам надо предъявить решение в этой системе, если оно есть. Для этого давайте поймем матрицы А. От нашей матрицы А и Ж положительной. Построим еще одну матрицу. А с крышкой. Ну, в дискретной математике он называет иногда дискретным транзитивным замыканием. Определяются элементы вот этой матрицы А и Ж с крышкой по следующей формуле. Это супремум по Т, большим или равным единице, А и К1 и так далее, КТ-1. А и К1 на АК1, К2 на КТ-1, Ж. Смысл А с крышкой и Ж совершенно понятен. У нас есть матрица кросс-курсов, мы хотим обменять единицу этой валюты на житую, но можем делать это не только напрямую, но и через какие-то цепочки обменов. Вот мы рассмотрим все возможные цепочки и выберем такой вариант, который приносит наибольшую выгоду, наибольшее значение. Это как раз будет А с крышкой и Ж. Нам дано, что отсутствуют арбитражные цепочки. И спрашивается, что может А сказать про А и Ж. Точнее даже так, что можно сказать про А с крышкой и Ж в случае, когда есть арбитражные цепочки, и в случае, когда арбитражных цепочек нет. Да, конечно, почему? Потому что я могу, значит, вот как сделать, я могу прыгнуть на вот эту самую цепочку, это же у меня все элементы больше нуля. И открутить вот эту цепочку МРАС. А потом, да, у нас здесь и Т-1, и 1, да? А потом, значит, вот самую валюту И-1, и обменять на Ж, это тоже больше не надо. Какие бы маленькие вот эти числа не были, но поскольку то, что стоит в скобках больше единицы, раз это арбитражная цепочка, а я ее могу крутить сколько угодно раз, вот, например, М, я получу сколько угодно большое число. Поэтому, если есть арбитражные цепочки, то А с крышкой и Ж, это бесконечность. А если арбитражных цепочек нет, то я утверждаю, что это конечная величина. По какой причине? Потому что все К1, К2, КТ-1 можно без ограничения общности, то есть не меняя результата, брать разными. Потому что если здесь встретилось где-то одно и то же число, то у меня образовалась арбитражная цепочка, образовалась такая цепочка, которую я рассматриваю, когда изучаю условия арбитражности. А раз арбитражных цепочек нет, то вот это произведение меньше единицы. Значит, если я его опущу, у меня общее произведение не изменится, не уменьшится. Поэтому я могу брать супремум, предполагая, что эти К1, К2, КТ-1 все различные. А если они все различные, то вообще, говоря, здесь остается конечное число вариантов. И, значит, вот этот супремум превращается в максимум. И вот у нас есть вот такая матрица А с крышкой. Теперь давайте положим Хи равным максимуму по Жи, А и Жи с крышкой. Это тоже будет какое-то положительное число. То есть я вот этой матрице А беру максимальный элемент в строке. Я утверждаю, что вот так построенные Хи будут удовлетворять вот этой вот системе неровностей. Ну, почему? Возьму вот это вот Хи. Вот это вот Хи по определению, это есть супремум. По всем возможным... КТ, да? К1, КТ-1. АИ, К1 на К1, К2 и так далее. К1 на КТ-1, Жи. Даже не Жи, а поскольку у меня вот это вот... берется максимум по вот этим Жи, то здесь стоит М. Я беру максимум по М. Я могу КТ положить равным М. Вот я беру вот такой вот максимум. Правильно? Если я буду брать супремум не по всем возможным таким произведениям, а только по части, естественно, я получу величину не большую. Правильно? Потому что максимум супремум по подножеству вещественных чисел всегда меньше или равен, чем супремум по более широкому множеству. Вот я, собственно, хочу это сделать. А для этого я К1 зафиксирую равным Жи. Значит, вот здесь К1. Любое число от единицы до М. А здесь я выбрал Жи и его зафиксировал. Ну, тогда вот это число превращается в А и Жи. Это положительное число. Я могу его вынести за знак супремума. А, значит, здесь останется супремум АЖи К2. А КТ минус 1. КТ. Супремум по К2. КТ и Т. Ну, вот этот супремум, это как раз ИКЖи. Мы начинаем с Жи. Длина цепочки произвольная. И К, вот эти числа К, тоже произвольные от единицы до М. Значит, то, что у меня здесь получилось, это А и Жи на ИКЖи. Ну, вот я и получил, что так определенные ИКЖи, они натворяют вот эту миру. Ну, вот теперь вопрос. А вот на что вот это доказательство похоже? Из тех алгоритмов, которые вы уже знали, знаете, изучали на первом курсе. Ну, да, алгоритм Варшава, то, что называется алгоритм Варшава-Флойда, да? Да, совершенно верно. А с точки зрения неотрицательных матриц? Давайте тоже посмотрим. Поэтому вот, как бы, найти матрицу А с крышкой, можно заимку по операции. Да, на самом деле, даже есть более рекордный алгоритм, который позволяет тройку уменьшить. Между двойкой и тройкой. Больше двойки, но меньше тройки. Вот, это число операции симпатически. Ну, что, давайте будем вычислять вот такой ряд. А плюс. Плюс означает, что мы берем в одинпотентном смысле сумму, максимум. И возводим степень тоже в одинпотентном смысле. Вот, когда я определил вот А с крышкой по вот этой формуле, на самом деле, я определил вот его как сумму вот такого ряда, одинпотентного ряда, да? Ну, где у нас такой ряд, аналог такого ряда встречался? У нас встречался в теореме 2, в разложении резольвента в ряд Неймана, да? Это вот такой аналог, одинпотентный аналог ряда Неймана. В чем разница? Вот, и гипотентного анализа, и классического. Вот, для ряда Неймана. Нет, вы сами говорите, что не всегда. То есть, если есть арбитражные цепочки, матрица А произвольная, да? Если матрица А произвольная, то такой ряд расходится, он равен бесконечности. То есть, каждый элемент равен бесконечности. Но, если арбитражных цепочек нет, то он стабилизируется. Вот, а после Н вот таких операций, Н таких сложений, он перестает меняться. Это вот то самое замечание, что К1, К2, К, Т-1 можно брать разными. Надо брать, можно брать разными, и результат не изменится. Потому что уже там ОА плюс Н плюс А1 обязательно встретится, А1 индекс, два раза. Вот, то есть, если этот ряд конечен, то его можно вычислить, вот вычисляя вот такую сумму, и нетрудно видеть, что эту сумму можно посчитать за имку по операции. Собственно, вот этот алгоритм Варшелл-Флойда это и делает, да? То есть, эдипатентный анализ, эдипатентный аналог теоремы 2, это алгоритм Варшелл-Флойда, да? И вычисление вот этой суммы, которая стабилизируется после Н слагаевого. Но более того, на самом деле, можно выяснить, разойдется ли он или нет, вычисляет только вот этот вот ряд. Потому что если он разойдется, то у нас на диагонали у этого ряда встретится, у этой суммы возникнет число больше единицы. Если возникло число больше единицы, то ряд разойдется. То есть, на самом деле, вычисляя вот эту сумму, мы можем полностью ответить на вопрос, сходится ряд или нет, и если сходится, найти его сумму. Ну, когда я говорил про арбитражные цепочки, то я говорил также, что есть задача определения комиссии, которые берут банки. Если вдруг арбитражная цепочка есть, значит, как определить вот это вот минимальное число ρ, при котором исчезают арбитражные цепочки, и какой смысл имеет вот это вот число? Да, да, да. Ну, а вот с математической точки зрения, вот мы сказали, ряд Неймана – это алгоритм Варшелла-Флойда. То есть, вот теорема Фриат и Варен – это аналог теоремы 2, гимпотетный. А вот вопрос о вот этом минимальном ρ – это аналог чего? Какой теоремы? Как вы думаете? Абсолютно точно, да. Это гимпотетный аналог числа фрабиниоспирона. И вот условия продуктивности в гимпотетном смысле – это то же самое условие числа фрабиниоспирона меньше в равно единице. Ну, если ρ равно единице, то как раз это не наше условие. Вот. А почему фрабиниоспирона? По той же самой аналогичной связи, которая есть в уравнении теоремы Фриата-Варена. Надо изучать, вот при каких ρ существует положительный вектор x, такой, что а умножить на x меньше и равно ρ на x. Вот минимальный ρ, для которого такое нерастенье положительное решение – это и будет число фрабиниоспирона. А уравнение, которым будет удовлетворять вот этот вот вектор x, это и будет уравнение Беллмана, и будет уравнение вот на такое гимпотетное собственное число фрабиниоспирона. Но есть отличия. Вот. Мы знаем, что если у нас число фрабиниоспирона, если матрица А положительна, а стало быть неразложима, да, в классическом смысле, то число фрабиниоспирона, то вектор фрабиниоспирона определён однозначно с точностью до множителя. Вот здесь не то. Здесь положительная матрица может иметь неколлинеарные вот эти самые векторы фрабиниоспирона. И причина этого в том, что вот арбитражные цепочки, дающие, ну, одинаковую доходность, потому что что такое РО фактически? Это доходность арбитражной цепочки, да? Наибольшая доходность, которую может давать арбитражная цепочка. Вот могут быть несколько разных арбитражных цепочек, которые дают одинаковую доходность. Вот на этом можно построить пример вот не единственности точности до множителя положительного депатитного вектора фрабиниоспирона. Ну, наверное, на этом я должен закончить сегодня. Продолжение следует...